Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков ПАМ-управляющих ФИБА-групп. И с нами сегодня ПАМ-управляющий ФИБА-групп из города Одессы. Алексей Штернкукер, он же лучший U-трейдер 2016 года. Алексей, добрый день! Добрый день, Игорь, добрый день, коллеги! Ну что, давайте посмотрим, как вам видится рынок, что интересного, как зарабатывать. Вам слово. Хорошо, давайте. Сейчас немного начнем с фундаментальных данных. Так, смотрю, презентация пошла, можно начинать. Да. Вообще сейчас идет слух о том, что нас ожидает третье повышение процентной ставки по США, ФРС. Это, ну, мне кажется, уже все знают, что в среду будет это. Ну, вероятность очень высокая. И, в принципе, это запускается машина на неретабельный бизнес. Как бы говоря, при низких процентных ставках выдавались дешевые кредиты. И кто-то на эти деньги, как говорится, ну, покупал новые технологии, улучшал свое производство, скорее всего. Это показывает ПМА и по множеству стран, что это они делали, улучшали в сфере. Но и часть бизнеса останется за бортом. И я не исключаю, что мы услышим еще громкие такие компании, имена, которые будут сливаться, рушиться. Но начнем сравнивать еврозону с ФРС США. И это у нас десятилетние облигации пойдут. И можно заметить, что где-то с середины прошлого года, скажем, с сентября, вот здесь вот, мы видим, у нас начался рост процентных ставок. И такое же наблюдается и на Германии. Ну, небольшой рост на 0,4%. Но мы видим, что они все начали где-то приблизительно, ну, все в одно время начали расти. Причем еврозона начала показывать намного раньше рост процентных ставок, чем ФРС само по себе. ФРС более поздняя у нее задержка была. Но смысл заключается в том, что действительно все развивающиеся рынки, облигации начали расти. Что в первую очередь говорит о росте инфляции. Ну, она будет ожидаема, она закладывается. Но пока ставки все равно слишком низкие. Они ниже, чем в самой Европе. Ну, за исключением Италии, тут 2,3. И то они ниже, чем на рынках США, чем в Трежерисе. В первую очередь, это все равно говорит о ожидаемом росте инфляции. Мы видим, как инфляция нажималась, и теперь она будет на обратный эффект. По сути, нулевые ставки генерируют дефляцию. Это была ира дешевых денег, но кредит давали не все. Этим часто заупотребляла Япония, еврозона. Это те рынки, которые могут очень сильно расти, как бы сказать, неизбежный рост на этих рынках может быть. И это все-таки скажется, ну, со временем это все-таки скажется. А теперь, как рынкам стоит подготовиться к инфляции, что нам, в принципе, ожидать. В крикосрочной перспективе это позитивный момент. Инфляция начнет демонстрировать признаки роста. Ну, это мы сразу все заметим. У нас рынки оживятся, появится очень большая волатильность. И облигации именно это и показывают сейчас, что ожидание роста инфляции будет в ближайшее время. Вопрос, когда, ну, может быть, вот в апреле начнется, первый показать, может, в мае. Но к этому нужно готовиться. Первое, что мы заметим при росте инфляции, это рост цен на товарные рынки. Это нефть у нас начнет расти, золото, зерновые, мягкие культуры. В общем, группа продуктов, товаров начнет резко расти в цене. Вот перед вами Трежис, который, в принципе, демонстрирует, как вы видите, на одном уровне, в долгосрочной перспективе. Они не показывают такую резкую динамику роста по отношению с европейской зоной. Но это и положительный момент, что ставка все равно выше США, чем в Европе. Даже на всех главных рынках, которые мы смотрим. Темп, который начнется, скорее всего, ставки в Европе могут даже обогнать американские ставки. И это будет неконтролируемый рост, скорее всего. Пойдем дальше. Одно повышение ставок, которое было в конце 2015 года, мы рассматриваем как обязательство. Второе – это нормализация. И что означает третье? Скорее всего, это будет выглядеть как цикл, и ставки начнут резко повышаться. В июне, сентябре, в декабре. У нас еще ждет три повышения. Может быть, два. Может, скорее всего, три будет повышения еще в этом году. В настоящее время все рынки почти уверены в том, что на следующей неделе ФРС все-таки поднимет эти ставки. И мы ожидаем рост к 3-4%. И, в принципе, это 2-3 года. Однозначно можно закладывать на рост этих процентных ставок. Американские ставки в любом случае являются ключевыми в мире, в мировой экономике. Потом мы приведем небольшие сравнения. И все это сравним. Значим их тенденции. Тенденции будут четыре. Первое – это повышение ставки означает конец эпохи супердешевых денег. Ставка ФРС по-прежнему является самой важной в мире, так как ориентир для ставки на любой другой финансовый актив идет в сравнении со ставкой США. Когда она начнет возвращаться к нормальному уровню, тогда цены на все начнут демонстрировать аналогичную динамику. Впрочем, из-за уникальных проблем в Японии и еврозоны, средние ставки в двух этих регионах могут оставаться на низком уровне довольно-таки долго. Но рынки будут двигаться все равно согласно инфляции. И при таком подходе, как нулевые ставки и отсутствие стабилизационных фондов, государство не будет удерживать национальные курсы, эти рынки будут быстрее реагировать на инфляцию. А в других регионах ставка неизбежно начнет расти для удержания контролируемого роста. Но, мне кажется, быстрее ставка начнет расти в Британии, уравниваться, чтобы иметь контроль над этим ростом. Кроме того, более важным является то, что стоимость корпоративного долга точно так же будет идти вверх. Это, в принципе, из уроков истории. Стоит и подготовиться к инфляции. По мере того, как цена денег идет вверх, инфляция, которая снижалась в течение многих лет, на счет его опять вновь расти. В примере, инфляция в Германии ускорилась до 1,9 в начале года, достигнув максимум за 3,5 года. В то же время в Испании потребительские цены выросли на 3%, что стало еще одним поводом для критики ультрамягкой монетарной политики ЕЦБ. Что это значит? Это значит, что при целевых 2% ЕЦБ не может больше печатать деньги, согласно их протоколу. Это значит, что может произойти рост национальной валюты. То есть валюта начнет укрепляться евро. Могут они прибегнуть к тому, что они начнут это, в принципе, удерживать. Но мы еще к этому вернемся. Третье, то, что может произойти и ожидаемо, это уровень сбережений. Обычная логика. При ставке 0,25 какой смысл хранить деньги на депозите? Если ставки начнут возвращаться к нормальному уровню, тогда деньги в банке будут приносить более высокую отдачу, и люди начнут экономить снова. Особенно это связано в разных странах. Более высокая норма сбережений будет приветствоваться банковским финансовым секторам, которые уже давно-давно изгодолдались по свежим средствам. Но это будет негативным фактором для альтернативных сфер, такие как арестование, которое процветало при низких ставках. Стоит ожидать усиления давления на бюджет правительства. После кризиса дефицит бюджета вышел из-под контроля. А уровень долга растет и вырос. Однако это не имело большого значения, поскольку затраты на обслуживание долга были весьма низкими. При увеличении ставки ситуация может радикально измениться. Но это еще не все. ИСБ опасается решения Трампа его намерения изменить банковские правила. Тут, возможно, торговая война между США и Европой. В конце концов, логика говорит о том, что кто будет инвестировать деньги под нулевой или даже отрицательный процент в Европе, мне неизвестно, когда другие рынки будут показывать динамику роста, куда вкладывать можно. При таком сценарии Европа, удерживая нулевые ставки, будет продолжать увеличивать положительные сальдо торгового баланса еврозоны. Но это все будет играть против США, а потом это будет играть против Европы. Так, что-то подвисло у меня. Так, теперь идем, перейдем на металлы индекса. Вот это составил я все металлы в одну, составил из этих металлов группу, как бы скажем. Здесь золото, платина, серебро, никель. Все здесь вот находится в нем. Вот это и, как бы скажем, его индекс. Сказать, что товар, металл начал дорожать, еще нельзя сказать, он не пересек вот эту красную линию. Когда он начнет пересекать, тогда можно сказать, что начинается рост на товарных рынках, на металлах в первую очередь. То же самое нас будет ждать и на валютной секции. Это тоже, вот вы видите, красная линия идет вниз. И это все валюты, встроенные в индекс, за исключением индекса доллара. У нас, в принципе, то же самое показывает, что у нас в данный момент, возможно, будет вот такое вот движение. Сейчас я его попробую обрисовать. Вот так вот. Рынги начнут разворачиваться. Может, это будет быстро, может быть, это медленно, но как-то вот так вот у нас приблизительно устраивается вся эта система, что в таких вот масштабах начнет как-то рынок двигаться. Следующая у нас идет энергия, энергетические. Но здесь нефть, мазут, топливо, все это собрал. Здесь мы видим, сужаешься треугольник. И, ну, неизвестно, скорее всего, может, даже будет так сделано, потому что все на покупались нефть, и нужно просто будет разгрузить. Там и сот, и все данные завалятся. Поэтому не исключаю, что здесь может обвалиться до новых минимумов. Да, это еще не сегодня будет ясно, и не завтра. Можем мы, в принципе, и отсюда уйти сразу наверх. Поэтому как-то вот у этой границы работать с нефтью, ну, лично я бы сейчас пока не стал. Более интересный на сегодняшний момент – это австралийский доллар. Это я вот внизу, красная линия – это коммерческие игроки. Черная – это открытый интерес. И можно заметить, что вот откуда я нарисовал линию, вы видите с этих мест, когда индекс начал резко двигаться в противоположную сторону. Они начали быстро скидывать позиции, продавать. И вот эта позиция, которую они скидывают в данный момент, при росте открытого интереса мы видим, они переворачиваются. Это говорит о том, что вот в этом диапазоне, в котором они находятся, вот в этом, они его будут любыми путями удерживать. Им неинтересно идти вот в эту зону, хотя сот показывают, что реально продажа. На самом деле, если взвешивать индекс с этих моментов, то показывается, что они здесь именно переворачиваются, убирают свою позицию, чтобы уйти наверх. И это первая, вот выше желтой линии, которая нарисовалась сверху, пробойка, то когда ее произойдет, можно сразу же вставать в лонг и держать до 83,4, наверное, 85 за австралийский доллар. И следующий график, это уже дневной график у нас будет. Это сезонность. Здесь у нас сезонность демонстрируют именно с прошлой пятницы, приблизительно начинается сезонный рост австралийского доллара до начала, до 1 мая. С мая, как обычно, будет коррекция. И вот в этот момент, если мы сейчас начнем вот здесь подниматься резко, то пробивая вот эту линию, удерживать позицию придется до 1 мая вверху. Потом с мая мы будем тестить вот эту уже нижнюю зону, которая на прошлом графике была, она желтая, вот с нижней стороны. И в дальнейшем вот эта ступень, которую я обрисовал здесь, она будет выглядеть именно вот так вот. Ну, понимаете. Ну, в таком моменте будет вход. Конечно, более весомый вход будет на пробой здесь и на тесте вот этой инвестиционной торговки. Это в ожиданиях, то, что я, в принципе, сейчас ожидаю. Так, в принципе, у меня все. Думаю, всем понятно. У меня только австралийский доллар на сегодня. Больше у меня так чего-то конкретного я еще не присмотрел на рынку. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Алексей. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы Алексею. Алексей, как изменится ваша торговля в связи с вот этим пониманием, которое вы нам озвучили в части, прежде всего, того, что нужно готовиться к инфляции? Как вот ваша собственная торговля изменится? Ну, наоборот, будут какие-то долгожданные тренды на валютных рынках. Ну, конечно, они будут с большими откатами, с трясками постоянными, потому что на рост инфляции это всегда так происходит. Какие-то будут слабее рынки, это мы увидим по коррекции. Они начнут, многие, двигаться синхронно с долларом, а многие, наоборот, чтобы потерять себестоимость своих товаров, если будут пережать, они, наоборот, будут быстрее удорожать. Удорожание будет каких-то товарных рынков. Скорее всего, австралиец будет сильнее всех, потом канадец будет сильнее всех. Более слабым будет евро. Скорее всего, евро может вообще, наоборот, пойти против доллара США. То есть, сказать, он будет еще слабее доллара США. И евро может уйти на паритет. Но это произойдет не сразу. Скорее всего, это произойдет в какой-то переломный момент, когда Европе будет нечего уже делать, чтобы удержать свой баланс на рынке. Тогда это может произойти. Пока их все устраивает, эти товары не конкурируют, они их продают. И будет следовать за долларом. Сейчас я ожидаю, что со среды, вот не знаю, как будет, будет же такая же шпилька, как на Трампе сначала в одну сторону, потом в сторону ослабления доллара. Вот так вот может произойти. Сначала индекс доллара у нас идет высоко наверх, а потом резко уходит вниз, как это было при Трампе. Вот может то же самое произойти. Поэтому в среду нужно быть, наверное, внимательным. А под конец дня, в среды, я уже, наверное, войду в четверг, в начале дня, войду уже в рынок. Я уже пойму, куда тенденция будет. Выберу более такой средний слабый рынок, который по направлению будет интересен. Но я еще раз говорю, что я присматриваюсь на рост к австралийскому доллару. Вот. И у него хороший потенциал, там практически где-то 400 с лишним пунктов. Как он быстро будет? Ну, может, очень быстро будет. Может, чуть медленно, не знаю. Но он, по крайней мере, его индекс даже сам австралийский, показывая динамику, он там свой долгосрочный хай пробил. Сейчас его снизу тестируют как раз на коррекции. И как раз получается там пробойная линия. Вот так вот, скажем, его канал шел, да? Вот так вот пробойная линия. И он его пробил. И сейчас как раз здесь снизу тестируют. И индекс доллара, индекс австралийского доллара готов уже вот-вот развернуться, пойти дальше. А на доллар-австралийский доллар мы как раз видим, что мы, наоборот, готовы пробивать эту точку снизу вверх. Вот так вот скажу. Я понял вас. Ну, для некоторых из нас это грусть, потому что некоторые ждут австралийский доллар на 0.73. Вот. А для некоторых, наоборот, это радостная новость. Ну, давайте будем смотреть. Будем смотреть внимательно на все это. Короче, я смотрю, что точка зрения по австралийцу это такая сейчас самая горячая, самая спорная. И больше всего прямо противоположных прогнозов. Парень, для меня это удивительно. Она не была никогда прямо в центре такого внимания основного, да, скажем. А тут прямо... А кто австралийцев ждет вниз? Что-то не знаю, не в курсе. Павел Захаров все деньги положил на это. Ждет австралийца 0.73. У него take profit проданного австралийца. Ну, вот. Так что он выступал перед вами. Поэтому вот это классическое Trade TV. Выходит Павел Захаров, жду австралийца 0.73. Выходит Алексей Штерпукер, говорит, жду австралийца резко наверх. А вы уже сами, господа, решайте, что вам делать. В экономике же вот так вот и получается. Все читают одно и то же, да. Один почему-то думает вверх, другой вниз. Никто не может показать, кто же будет из них прав. Ну, скоро узнаем. Есть один только путь узнать о практике критерий истины. Спасибо большое, Алексей, за ваш обзор. Как всегда, очень аргументированно и понятно. Так что успехов вам. Надеюсь, что ваши планы сбудутся. Хорошего дня, удачи на рынке. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok